Спасти Айну, брошенную на обочине больную овчарку, у которой отказали задние лапы, подобрали и выходили в Центре спасения животных Добрый дом Фельдман Экопарк. Айну в буквальном смысле слова поставили на ноги, нашли для овчарки и новых хозяев. Забрать ее согласилась семья из Киевской области. Но помимо Айны есть еще сотни брошенных больных животных, ради спасения которых волонтеры объединяют свои усилия. Айну подобрали волонтеры на окружной дороге. Овчарка, у которой не двигались задние лапы, лежала в куче листьев на обочине. Когда Айна заметила людей, она от радости просто начала бежать на своих двух передних лапах. Она не плакала, не скулила, она начала прижиматься к ногам с глазами благодарности. Люди, естественно, заметили, что есть травма, предположили, что ее сбила машина. Собаки дали имя Айна, определили, что примерно ей 5 лет. Для овчарки это уже солидный возраст. Отсюда и проблемы с позвоночником. На рентгене мы выявили то, что диски стираются, хрящи стираются междисковые. Это называется остеохондроз. Это возрастные изменения, которые происходят с животными в связи с породой, с возрастом и с плохим уходом за животным перед этим. Чтобы овчарка могла передвигаться из подручных средств, пластиковых трубочек и ремней, волонтеры соорудили Айне коляску. Теперь она может гулять и радоваться первому снегу. За три месяца, проведенных в экопарке, Айну подлечили, и она, похоже, впервые узнала, что такое человеческая ласка. Умная собака отвечает тем же. Привязалась к людям и даже котятам, живущим по соседству. Вот она живет в медпункте, и там с ней 30 котят. И вот она тоже за ними заботится. Начинает их вылизывать. Причем это так смешно. Она это делает, клацая зубами. Пасть большая, там котенок помещается в этой пасть. И вот она его вылизывает. Котенок весь в слюнях. Она любит все, что любят кошки. Она с ними живет, и уже привыкла, что вот так вот проявляется человеческая ласка. Недавно к Ане стали приводить детей с особыми потребностями на реабилитацию. Айнечка с вами тоже здоровая. Видите, облизывает. В больницу ее возили, ее лечат потихонечку. Такое общение, говорит психолог, на пользу и детям, и самой Айне. Видя, наблюдая за ребятами, как они стараются понравиться ей, как они стараются обогнать друг друга, кому же она первому подойдет. Это все отражается на Ане очень положительно. И вот на сегодняшний день мы видим ее уже благополучное состояние, ее уже открытость и любовь к избранным ею людей. Айна не единственная, кому нужна помощь. Сотрудники Фельдман Экопарка прикладывают немало усилий, чтобы помогать бездомным животным. Благодаря им у Айны появился шанс на выздоровление. Более того, все эти месяцы в Экопарке для овчарки искали новых хозяев. И они уже нашлись. Теперь у Айны будет новый дом. Сам же центр реабилитации диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом Фельдман Экопарк» в прошлом году стал всеукраинским. Здесь открыли горячую линию. И уже смогли спасти около 22 тысяч животных. Для 18 тысяч бездомных домашних любимцев волонтеры нашли новый дом. Спасли также 4 тысячи попавших в беду диких зверей. Андрей Кровец, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Продолжение следует...